Ну что, 3 часа исполнилось? Я думаю, что исполнилось. 3 на 5. Ну ладно, опять-таки позадержались, потому что... На 7. На 7? Потому что наши главные люди, которые нас снимают, один из них... Полковник, вперёд! Да. Только сегодня ночью прилетел из Африки, и вот только сейчас добежал до нас. Действительно, Юрий Алексеевич, ты памятник? Значит, план жизни у нас такой. Мы поём сейчас примерно около часа, потом минут 15, но в течение этого часа тоже выпивать, кушать меня, это нисколько не сбывает, только радует. Если я смотрю, что люди сидят и не кушают, не пьют, то мне это не очень интересно петь. Я думаю, зря я пою. Вот. Но потом сделаю минут 15 для отдыха, и потом ещё так, минут 40 или так. Где-то часов к пяти, я думаю, так закончу все песнопения, но мы здесь можем сидеть как минимум до полшестого, а вообще, говоря, до шести часов, в свободной форме. Ну, кто что может ещё, там есть желающие стихи прочитать, всё можно будет. Значит, то, что по содержанию. Я здесь выступаю не в первый раз, и мне хочется, чтобы здесь прозвучало кое-что, что не было здесь спета, но не только из-за этого зала, а чтобы вы тоже были в курсе. Всё это будет выложено в Ютубе. Юра, когда примерно, послезавтра или когда? Завтра. Завтра? Это не успеешь, после Африки, ну ладно. Вот. Это всё будет выложено в Ютубе и на моём сайте. А мой сайт, его найти легко, надо добрать любыми буквами Виктор Верстаков, и сразу выскочить. Там, кстати, есть и предыдущие записи, вот и здесь, и в других местах. Есть мои телевизионные фильмы, где я пою, так сказать, по телевидению, это ещё в советские времена было. Вот. Ну, там, в общем, есть что-то интересное. Так что я хочу, чтобы у нас были какие-то новые записи, то, что здесь. Это будет первая часть. То есть там будут песни, которые я давно не пел, и, может быть, даже позабыл, и поэтому могу сбиваться, останавливаться, начинать сначала это. Я надеюсь, вас это не шокирует, ребята, мы это переживем. А вторую часть я предлагаю сделать так. Либо я буду петь сам избранное, что у меня тоже накинуто. А лучше, если будет, так сказать, как концерт по заявкам. Если кто-то знает, а кто-то знает, какие-то мои песни, ему хочется, чтобы они сегодня прозвучали, то два варианта. Или же где-нибудь в антракте или что-нибудь записочку напишите, чтобы я сориентировался. Или потом прямо с места скажете, а, вот эту песню сможешь спеть. Если смогу, то спою. Ну, пожалуй, все предисловия, кроме одной, что это какая-то осень такая странная. Заметьте, сейчас идет третье бабье лето такое, да? Вот теперь. И вообще, для меня осень такое-то грустное время. Почему-то так прощался с какой-то личной жизнью, с любовью осенью. Ну, короче, у меня будет сегодня какой-то перекос в сторону осенних песен, поэтому-то переживем. А начать я хочу. Да, много будет Афганистана, ну, во-первых, потому что сегодня очень много у нас людей, которые прошли Афганистан. Извините, я всех даже не могу назвать. Не хочу к вам лишнее внимание привлекать. Есть много моих друзей и журналистов по правде, которые были в Афганистане. Или работали в Афганистане, или даже с Абкором в Афганистане, как вот Вадим Акулов, который был стихотворим и поиск. Поэтому достаточно много будет песен, связанных с Афганистаном. И с одной из них я начинаю, наконец. Называется она «Пой-Туруба». Я ее написал в самом-самом начале 80-х годов. И тогда ее несколько раз пел по радио, по телевидению. Почему? Потому что она, так сказать, слегка романтическая песня. И она легко проходила цензуру. А потом мне стало как-то там неудобно, думаю, какая-то она слишком уж романтическая. А с годами понял, что это, может быть, одна из лучших песен, которую я вообще написал в Афганистане. Думаю, что я не пою. Вот сегодня я попробую вам спит. Переволы до самой границы В облаках, в камнепадах, в Англии Боевые железные птицы Сбились в кучу на мокрой земле Отцерели презенты палаток Ты над лагерем словно венец Сутню лет или малый остаток Нагадает пролетный свинец Не об этом, однако же думай В этот день, в этот час и судьбу И с повадкой отнюдь не угрюмой Сигналист продувает трубой В первой ноте слегка хрипловатой Он о долге напомнил и вдруг А в солдатской дороге крыватой Задышав потеплевшим мундштук И откликнулись близкие склоны И в разрыв проплывающих туч Опустился с небес на вагоны Ослепительный солнечный луч Бой труба о солдатской удаче О высокой армейской судьбе Гордым эхом и солнцем горячим Салютует эпоха тебе Бой труба батальоны сзывая Наполняя отвагой сердца Бой труба твоя песня живая Звонче мертвого свиста светится Перевалы на самой границе В облаках, в камнепадах, в ангеле Боевые железные птицы Взбились кучу на мокрой земле Но чередование песен будет самое неожиданное Поэтому, так сказать, не готовьтесь к тому, что я буду какой-то там или патриотически петь Вторая песня называется «Песенка преподавателя литературного института» Она тоже связана с осенью, поэтому я ее не отобрал Ну, конечно, это все, как всегда, в песне «Поэтусловно» Мне само приходится часто бывать в литературном институте Выступает перед новым молодежью И это бывает непросто Особенно с молодыми поэтами Вот об этом песня В эту осень поелет Перепутал я с мужским И зачем сдалось мне это Для чего я стал таким Перед юною девицей Я дрожу, как на ветру Дайте огненной водицы А не то совсем умру Я гуляю по бульварам Я года свои топчу И опять хочу быть старым Разлюбить ее хочу Пью о симулинею Заразу Из ее лисей не глаз Ладно, младше бы в два раза Но зачем мне третий раз? Я люблю преподавание Но не мыслив о таком Обучаю целованию И владенью языком А она в ответ хохочет И мороженое ест И опять учиться хочет Посреди публичных мест И любви учиться хочет Посреди публичных мест В общем, дура молодая Я не молод, но влюблен Потому я пропадаю С потеплением времен Но скоро зимние морозы Окончательно придут И меня охватит проза Мой литературный труд Дверь лохмут, как дерматина Я заклопну до весны И начну писать картины Про заические сны Мне бы лишь остановиться Позабыть, что я знаком С этой огненной девицей Овладевшей языком С этой юной девицей Овладевшей языком У меня очень много песен о Севастополе Но они были написаны почти все В те времена, когда Севастополь как-то Действительно странный был Как бы не наш И, кстати, вам могу сказать Очень раздражали действительно Я люблю Украину Я там много жил У меня много друзей Но вот как-то в Севастополе Эти украинские флаги Они, знаете, как-то Ну, они Несоответственные И поэтому у меня много Грустных песен о Севастополе Но есть и более-менее веселые Потом я, может, веселые спаю А вот пока такая осенняя Песня Может, она так и называется Осень в Севастополе Ах, какая плохая погода Снег с дождем объявили в Крыму Время жизни со временем года Совпадают один к одному Дует ветер с открытого моря Нагоняет на сердце печаль Я давно уже светом не спою Только мне в Севастополе жар Под погашенными фонарями На Приморском бульваре стою Мы порой Севастополь теряли Но впервые вот так не в бою Молорозы и великорозы Мы забыли, что русские мы Снег с дождем, роковые вопросы И последние в бухтах дымы Освобевший орел над волною Смотрит мутно дождливую даль Я не знаю, что будет со мною Только мне в Севастополе жаль И не важно, что будет со мною Только мне в Севастополе жаль И с дождями И песня И песня Аплодисменты Аплодисменты Здесь Вот ту же песню, которую сто лет не пел А впервые ее исполнили Даже смешно сейчас сказать Они неудобны Была такая программа Телевизионная, одно время популярная взгляд. Я, хотя коммунист, демократов не люблю, но как-то так получилось, что надо было на 23 февраля там, либо, значит, я знал одного такого демократа военного затащи там, либо меня, и мне пришлось согласиться. Вот я впервые исполнил эту песню там, и с тех пор, я не помню даже, когда ее записывал, или вообще, пел или нет, а песня такая. Называется «Песня о друге». За волы, за слои, за сады, барханы, сугробы, ветра. Наверно, забыть это надо, но помнится, словно вчера. Страна, что за речкой на юге, как мы ее звали подчас. Остались «Песня о друге» «На вечном, по ушедшем от нас. В той песне и боль, и просторы, тревожных афганских дорог, И гордость, и горе, и горы, где друг отозваться неслов. А мы вот пришли из-за речки, мы огняли жен и детей. И песню поем на крыльчке среди невоенных гостей. Ни взглядом, ни словом, ни нотой, Ничего не смутит бы ее. Война была нашей работой, И мы выполняли ее. «Но если концовку припевок Подтянет невидимый друг, Мы глянем ни вправо, ни влево, А в сторону речки на юг. Страна, что за речкой на юге, Как мы ее звали подчас, Останется песней о друге, Навечно ушедшем от нас. А вот песни, конечно, по-разному сочиняются. Во многом, ну это как в поэзии, там, лирический герой и автор, Это не обязательно совпадающее величие. В песнях это тем более может быть. Поэтому у меня много боевых песен, хотя я, в общем-то, человек не боевой. Но я был военным журналистом, и я просто старался быть поближе к тем ребятам, Которые воюют, так сказать, а не просто какие-то из штабов описывают. Вот, ну а есть песни практически документальные. Вот песня называется «Александровский монастырь». А это действительно есть такой монастырь, может кто-то даже бывал, Или будет это в Подмосковье, Талдамский район, Ну дальше там по тексту. Туда перевели девчонок-монахин из Галутинского монастыря в Галумлино. И мне там довелось побывать. Итак, Александровский монастырь. И откуда взялась до Подкова на пустом каменистом дворе? Это было в селе Маклогово в Александровском монастыре. Это было в селе Маклогово в Александровском монастыре. Не по возрасту верить в приметы, Не по чину мечтать о любви. Догорает Господнее лето, Угасает волненье в крови. Догорает Господнее лето, Угасает волненье в крови. Отчего же прерывисты речи И подковка забыта в руке? Почему содрогаются плечи И сползают слеза по щеке? Почему содрогаются плечи И сползают слеза по щеке? И до старости сердце готово Вспоминать, как на поздней заре. Мы прощались в селе Маклогово В Александровском монастыре. Мы простились в селе Маклогово В Александровском монастыре. Песня, которая уже навеяна Чечнёй, Только не помню, первая или вторая, Тоже очень редко ее поела. Называется она коротко, пора. Ну что ж, пора, товарищ капитан, Мы родину и смерть не выбираем. Мы по звездой прошли Афганистан, Мы на крестах Россия умирает. Ну что ж, пора, товарищ капитан, Мы сыновья загадочной страны, Мы как чужие в собственной отчизне. И пусть мы ей сегодня не нужны, Но без нее и нам не надо жизни. Мы сыновья загадочной страны, Нет красных звезд на полосах знамен, Но наша кровь не изменила цветом, Еще он будет в мире воскрешен, Хотя пока могилем не за это. Нет красных звезд на полосах знамен, Ну что ж, товарищ капитан, пора, Ведь мы ни жизнь, ни смерть не выбираем. Мы за державу гибнем по дурану, Мы за эпоху молча умираем. Ну что ж, товарищ капитан, пора. Очки забыл, а уже старость не раз, А специально большими буквами не писал. Насчет осени, песня почти романс, Называется «Снова Октябрь». Ну, в конце концов, сегодня второй день Великой Октябрьской социалистической революции, да? По старому. Ну, кстати, да. Я не считаю, что это было самое ужасное событие В русской истории. Как бы там... Ладно, не буду сейчас вертикаться, Потому что это будет песня не о политике, Вчера брали зимние, но неудачно. Но сегодня они удачно подлюбили. Петь и любит сердце пустам, И не болит старота невиновой. Разве она счастлива стала, Рядом со мною, рядом со мною? Не пойду, не потревожу, Призраком счастья не оживлю. Разве мы с ней были похожи? Разве её я нынче люблю? Снова октябрь, месяц печаль, Воздух прозрачный, дали пусты. Разве вся жизнь не так, что в начале Нашей любви, нашей мечты? Остановлюсь, остановлюсь, Остану в бене, Взгляда от прошлого не оторву. Разве я знал, Встретившись с нею, Что я расстанусь с ней наяву? Разве я знал, Встретившись с нею, Что я расстанусь с ней наяву? А вот ещё песня, Которая, может, из себя почти ничего не представляет, Хотя тут тоже под вопросом, Называется «Снега России», И я с удивлением, Когда там всё-таки привели свой старый архив, Там старые тетрадки, Вдруг понял, что я её написал ещё в школе. А так как я школу качал, Я была рада, Потому что я не любил учиться, И сдавал экстерном, Перепрыгив из класса в класс, Закончил лет в пятнадцать, То есть я насчёт того, У кого есть дети там, Учтите, что в пятнадцати лет Они могут ещё чёрт знает о чём задуматься. Так вот эта юношеская песня, Которая мне не стыдно, И называется «Снега России». Горят ночи, Не угаси, Снега России, Под звёздным небом Боится гнева, Кресты забора, И на дорогах, И на кладбищах Не видно нищих, И в церквях гордых, Складе райторгов, Гнилые днища, И на дорогах, И на кладбищах Не видно нищих, И в церквях гордых, Складе райторгов, Гнилые днища. Сухие губы Не устали Шептать молитвы, Как птичья стая На поле битвы На сердца леют. Снега России, Снега России, Снега России, Неугасимый, Нигде б я не был, Со мною небом Бориться Глебом Снега России. А вот тоже песня может быть о тех временах, но которую я написал уже позже, когда служил в армии, называется «Женщина, с которой я знаком» Застенчиво и радостно глядела Притопывая стёртым каблуком Когда на танцах девочка и сидела Та женщина, с которой я знаком Наивно, угловато и смешливо Судьбу искала в парке городском О, как умела быть, не терпелива Та женщина, с которой я знаком Как тороплива губы подставляла Как поцелуй встречала языком Как смятую прическу поправляла Та женщина, с которой я знаком В прокуренном битком набитом зале В портфель совала яблоки тайком Когда мы с ней прощались на вокзале Та женщина, с которой я знаком Свиданием через год десяток писем Об институте, быть и полковом Но день пришёл и стал я независим От женщины, с которой я знаком А через много лет, когда усталость И сердце обладело невеском Я вспомнил всё, что у меня осталось Лишь женщина, с которой я знаком Я вспомнил всё, что у меня осталось Лишь женщина, с которой я знаком Здесь у нас присутствует удивительный, замечательный человек Он сидит, всё удивительно, замечательно Я почему связан с песком Саша Карпенко Ты в темноте, тебя не видят Замечательный юридический поэт Замечательный певец Саша, я спою ту песню, которую ты когда-то сказал Что она тебе нравилась Называется «Братья по войне» Правильно? Да, люди братья, мои братья по войне Помню, помню Над бессонною кроватью Жёлтый снимок на стене Где вы, братья? Где вы, братья? Мои братья по войне Заключённые в объятья Предававшими в огне С кем вы, братья, с кем вы, братья? Мои братья по войне Не виноват, свяжет проклятие За безумие в стране Вы куда идёте, братья? Мои братья по войне Вас не вправе осуждать я Но всё чаще снятся мне Невернувшиеся братья Наши братья по войне Да, одеждаю и статью Мы такие же вполне Отчего ж так стыдно, братья Перед снимком на стене? Песня называется странная Не новый арт-бат Она ни в чём не виновата Я ни в чём не виноват Идём по новому Арбату Горит огнём ночной Арбат Да, мы касаемся плечами Мы так болтаем про любовь Что под фонарными лучами Уже краснеет наша кровь Ах, если бы остановиться Поцеловаться на еду Чтобы нас поздравила столица В 2008 году Но ждут меня жена и дети И папа с мамой ждут её Мы не хозяева на свете Мы не арбатская жульон Так почему же, для чего же Она так смотрит на меня Что вдруг погалывает кожу Веденье завтрашнего дня Она ни в чём не виновата И я ни в чём не виноват Идём по новому Арбату Горит огнём ночной Арбат Но почему же, для чего же Она так смотрит на меня Что вдруг погалывает кожу Веденье завтрашнего дня Пора вспомнить эту Объявил себя коммунистом Какую-то, как я считаю Коммунистическую песню Правда, название никак не придумывала В принципе, первый вариант был Умрём за Россию Но когда объявляют, что умирать То же как-то не дорого Поэтому условное название сейчас Это «Красные звёзды» Пусть красные звёзды В Кремле погасили Пускай над Москвою Кружит вороньё Но если мы жить не смогли Для России Давайте сегодня умрём за неё Быть может и на свете Есть земли красивые Где небо без облачь Нелегче житьём Но если мы всё же родились в России Давайте сегодня умрём за неё Давайте сегодня умрём за неё Пускай нас невесты вернуться просили Однажды не сдержим мы слово своё И если в бою не спасём мы Россию Давайте сегодня умрём за неё Пусть красные звёзды 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 Ну, я говорил, что, конечно, в песнях по-разному отражается, там многое выдумаешь, а многое берешь из собственной жизни, вот сейчас песня, которую я написал еще будучи курсантом, а курсантом я был в странном военном учреждении, назывался Военно-инженерная академия имени Дзержинского, сейчас почему-то называется Петра Великого, это академия ракетных войск стратегического назначения. Ни Дзержинский, ни Петр Великий к ракетным войскам в отношении мира, вот, тут просто в этой песне упоминается слово ракетчик, вот, а у нас были несколько казарм, и в том числе на Садово-Спасской улице, вот, песня называется Садовая-Спасская улица. Ну, в общем, недалеко от платформы Блионосова, и смотрю, 98-й автобус стал там ходить, только ходил в театре, да, на Садово-Спасской, этот, смотрю, 98-й автобус. Сейчас, Ренат, еще пару песен спою, и тогда сделаем прерыв. Ну, тяжелая песня, ну ладно, последнюю тяжелую песню спою, а потом две веселых, и сделаем паузу. Называется «Помолись за Россию». Помолись за Россию, в гильзах сплющенных огни задепли, чтобы ветры их не загасили, не засыпали бы глости земли. Бог простит, маловера, всех ослепших, всех заблудших простит, Но темна судьба офицера, кто Господний смерть не сохранит. Помолись за победу, как предобразом над картой всю ночь, Божий промысл над победом, сатанинский мы вольны превозмочь. Помолись за Солдата, Дивен Бог в своих святых и бойцах, Умирающих брат за братом, Воскресающих в наших сердцах. Помолись за Россию, За всевечную ее правоту, Лишь бы мы огней не гасили, И звезде, служа их кресту. Лишь бы мы огней не гасили, И звезде, служа их кресту. Ну, хочется мне все-таки газетную песню спеть. Столько друзей пришло из «Правды» впервые здесь. Но вспомни, как они приходили в газету, Назвать песню «Когда пришел к газету я». Когда пришел к газету я, Была любовь, была семья, Священный трепет и святые перспективы. Я ездил в дальние края, Когда вы были там, где я, И все из вас по возвращению были вживы. Когда пришел к газету я, Она была моя, твоя, Родней, чем первая семья, И чем вторая. И говорил я, не дая, Мой репортаж, моя статья, Вон, прочитай, я тут почти не прибираю. Когда пришел к газету я, Какие люди были там, А секретарши трудолюбивей мурая. Все дни работал, с ними я работая, Пока они не стали старшим. Когда пришел к газету я, Не говорил, совету я, Член редколлегии, редактор под делом. Он говорил, статья твоя, Хоть не изменит ничего, Но в перспективе ты помог святому делу. Когда пришел к газету я, И вот минуло десять лет, Газета есть, а счастья нет, И в свой отдельный кабинет Шагаешь хмуро, все разговоры тет-а-тет, А коллектива безгинул свет, Коля не покажет фильм, Отдел литературы. И вот когда сидишь в кино, И все вокруг темным-темно, Вдруг понимаешь, что давно ты влип во что-то, Что ни семьи и ни любви, Лишь руки в краске, как в крови. Да на ротации оно твоя работа. И ни семьи, и ни любви, Лишь руки в краске, как в крови. Да на ротации оно твоя работа. Ну что, всегда нам намекает, что нам нужно подальше Сделать этот самый антракт. Объявляется перерыв минут на 15-20, Пока поставлю новую струну. Так что всем хорошо покушать, Выпить, закусить. Курить, к сожалению, на улице, Но там в подъезде можно курить. Все, минута 15-20.